Добрый день, друзья! С вами канал Дали от Города и я Нина Коновалова. Многие мои друзья-кролиководы, которые являются подписчиками и зрителями моего канала, просят выложить что-нибудь о кроликах. В основном задают вопросы по поводу строкачей, но сейчас я делать это не могу. Поскольку одна строкачиха у нас покрыта и ждет окрола, а вторая крольчиха, ну как бы вам это сказать. В общем, смотрите она какая. Я боюсь руку подсунуть, иначе она кидается. И знаете, что я хочу сказать? У меня всегда складывается ощущение, еще немножечко и она залает. То есть это очень заботливая мамашка. У нее родились детки неделю назад. Чтобы ее не беспокоить и не травмировать ее психику, мы даже их не проверяли, потому что, ну уж очень она беспокойная. Ну, сейчас вернемся мы к нашей Калифорнике и поговорим на другую тему. Есть у нас вот такая Калифорнийка. Она единственная из всего помета оказалась с дефектами, которые, в общем-то, не соответствуют этой породе. То есть у нее, видите, пигментация нарушена. Но, тем не менее, линия эта была чистая. И мама, и папа, все хорошие кролы именно породы калифорнийской. Поэтому мы решили на этой крольчихе провести некий эксперимент. И я сейчас вам скажу какой. Есть канал, мой любимый и глубоко уважаемый канал. Это Европейские кролики. Всегда с удовольствием смотрю его. Лишний раз упоминаю на своем канале. Некоторые говорят мне, что я его рекламирую. Пусть будет так. Смотрите видео профессиональных людей. Это такие, как, допустим, тот же самый канал Мои Ушасики, либо Европейские кролики. Ну, возможно, есть еще какие-то другие. Так вот, эту крольчиху мы покрыли, значит, с красным новозеландским. Вот он наш красный новозеландский. Очень хороший самец. Знаете, знает свою работу. Не мелкий он. Весит около 6, чуть больше 6 килограмм. Я сейчас уже не могу вспомнить. Хороший производитель. В общем, вообще, новозеландские кролы все очень хорошие производители. Так вот, значит, послушав автора канала Европейские кролики и почитав много информации, решила попробовать сделать я, ну, не только я, конечно, это больше решил мой супруг, а я снимаю видео, решили попробовать произвести бургундскую породу. Поскольку нравится и калифорнийская порода, и новозеландская порода, в общем, покрыли мы, причем очень быстро. С первого раза покрылась калифорнийка, вот эта вот наша немножечко отбракованная, но тем не менее, это самая любимая, поскольку мамочка у них рано умерла, и эти маленькие кролики жили у нас в домашних условиях. Практически мы их выненчили. Так вот, калифорнийка успешно родила, всех выносила, их, по-моему, я сейчас не могу вспомнить, было 8 штук, и вон они там, в маточнике у нас маленькие бургундские. Давайте посмотрим, получились ли у нас бургундские. Им 20 дней, они уже начали покидать маточники, что я вам скажу. Все кролики у нас как один черного цвета, но вы знаете, если взять их близко в руки, то они вроде бы как бы и черные, но имеют такой красноватый оттенок. Ну, конечно, это далеко не бургундские. Сказать, что наш опыт по выведению бургундии провалился, нет, ничего подобного. Я думаю, что эти кролики достаточно хорошенькие, крупненькие для 20-дневного возраста. Мордочки у них, вот смотрите, что получилось. Ушки короткие-короткие. Сейчас достану. Ну, не могу я, ускакивает. Видите, она такая заботливая мамашка. В общем, ушки у них короткие-короткие, как у новозеландских. Мордочка приплюснутая, как новозеландских. В общем, у этого воротничок у нас такой рыжеватый. Ну, а сами, конечно, преобладают черного оттенка. В общем, мне такая вот селекция понравилась, супругу тоже понравилась. Мы ее еще будем покрывать на 30-е сутки. У нас вот в зимнее время мы стараемся, как только 30-й день исполняется, в это время все время крольчиха сразу в охоте. И, в общем, мы покрываем всегда успешное у нас покрытие. В общем, что я хочу вам сказать. Получились кролики все черного оттенка, но галстучек у них, как бы воротничок даже, получился с рыжеватым оттеночком. А сама мамашка вот эта у нас, конечно, очень и очень хорошая. Она все время в напряжении. Она, конечно, не кидается. Она очень нас любит, поскольку, я еще раз говорю, они у нас жили в домашних условиях. Поскольку мама рано умерла у них, ее парализовало, и мы их выненчили. Так вот, мамашка она очень хорошая, очень заботливая. И, как только понижается температура, она сразу дорывает пух. В общем, когда такие крольчихи есть у нас в нашем хозяйстве, конечно, мы дорожим их здоровьем. Ну, конечно, это уже на племя не пойдут, и у крольчата это уже на мясо. Но, поскольку у нас мясо берут так же хорошо, как и берут, в общем-то, как и берут хороших кролов на племя, поэтому мы еще раз ее покроем, и еще раз покроем именно с красно-новозеландским. К кроликам мы уже подкладываем гранулированную пюрина, поскольку считаем по-прежнему, что для маленьких крольчат, для того, чтобы их не дуло после того, как от мамаши отсаживаем, чтобы у них была хорошая крепкая иммунная система, все-таки лучше их хорошим кормом на начальном этапе откармливать. Отсаживаем мы, не больше держим с матерью 40 дней, все зависит от того, во сколько мы ее покроем. Если покроем в 30 дней, значит, 40 дней они посидят с мамашкой и отсаживаем. Если крольчиха войдет в охоту раньше, и мы ее раньше покроем, значит, где-то в 35 дней. В общем, петок наш такой. Покрыли калифорнийку отбракованную с красным новозеландским. Появились такие черные кролики с такой рыжеватой пигментацией на воротничке. Мордочка именно новозеландская, скорее всего. Ушки маленькие-маленькие новозеландские. Ну, а что будет дальше, уже посмотрим, когда наши кролики подрастут. Вернемся к нашей мамашке-строкачихе. Очень агрессивная. Невероятно агрессивная. Мы даже не знаем, сколько она родила, кого родила. Поначалу я видела, там один черный был и один строкачонок. А все остальное я даже не знаю количество, поскольку, ну, чересчур она такая агрессивная. Посмотрим. Посмотрим. Все будет дальше. Я обязательно вам сниму. Не думайте, что я не снимаю, потому что мне нечего снимать. Вы знаете, наблюдая за строкачихой, хочу вам сказать, что она такая вот, очень хорошо кушает, очень хорошо утепляет своих малышей. У нее, конечно, шикарная шерсть, шикарный мех, отличается от других пород. Ну, в общем, давайте не будем ее беспокоить. Белые новозеландские не устают нас удивлять. Входят так рано в охоту, не успевают родить, сразу входят в охоту. Вот сейчас ей рожать, она вошла в охоту на вторые сутки и начала раскидывать малышей. Так вот, нам ее пришлось, ой, отсадить, вернее, как отсадить, покрыть ее, потому что мы попаялись, что потеряем всех остальных. Вот ее малыши. Вот, смотрите, хорошие такие крупненькие тоже ребяточки. Вот, но, 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 иди назад, иди. Но им придется, конечно, с матерью недолго побыть, поскольку она у нас очень скоро будет рожать. Буквально, ну, вот они будут жить с матерью 30 дней, вот такое случается. Но тут из двух зол выбираешь такое вот самое неприятное. Покрываешь крольчиху ради того, чтобы сохранить крольчат. Но тогда им придется пораньше покинуть мам, мамашку. То же самое у нас произошло и с другой белой новозеландкой. Тоже очень рано вошла в охоту. Вот они, наши новозеландские беленькие, которые от первого помета. Им 30 числа будет ровно два месяца. У нас практически всех разобрали. Осталось вот здесь вот два кролика. И вот здесь 4 белых новозеландских крупненькие кролики. Но еще раз я вам рассказываю, что как бы меня не критиковали, но для того, чтобы усилить иммунную систему крольчат, мы с 20 до 60 дней кормим их гранулированным кормом с повышенным содержанием витаминов, как цидиотики и так далее. Сейчас же мы уже этот корм не даем просто один гранулированный корм с пуриной, а уже мешаем с ячменем. В общем, кролики самостоятельно живут с 35 дней без мамочки. В общем, все у них хорошо. Вот еще у нас есть одна самочка калифорнийская. Для нее нет самца. И мы ее также покрыли красным новозеландским, все-таки в надежде на то, что у нас бургундские получатся. Ну вот, собственно говоря, друзья, и все, что я вам хотела рассказать. Показать немного кроликов наших, показать и рассказать, что происходит в нашем хозяйстве. На этом я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю вам только хорошего здоровья. Ну, в общем-то, вам и вашим питомцам. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»